Витаю, друзья, на канале Капсула Часу. Я сегодня отрымал черговую посылку и буду ее распаковывать вместе с вами. Сегодня посылка пришла от Национального банка Украины. Давайте глянем, что там нам приехало. Такая немножко подмятая. Итак, к нам сегодня приехало ролик обыговых памятных монет Медичной силы, Сбройных сил Украины и Светлодобра. И Любови. Такая монетка. Вот. Обратите внимание, сколько это все обошлось. Сделайте стоп-кадр, кому интересно, как обычно. Ну и мы продолжаем наш рассказ. Давайте распакуем еще вот этот пакетик. Небольшой. Здесь явно ролик приехал. Со мной многие в комментариях спорили, зачем это надо собирать, зачем ролики нужны. Ну, мне хочется оставить на память себе вот такие какие-то артефакты, поэтому я их собираю. Ух, как намотали душевника в пленке, пупырки не пожалели. Ну, вот такой небольшой у нас сегодня ролик. Медичный силы ЗСУ. Так. Вот. Сейчас камера сфокусируется. Ну, а я сейчас вам покажу, как эта монетка выглядит. Видите, да? Сейчас 10 гривен с одной стороны. Кстати, очень хорошо монета блестит. Обратите внимание, необычный блеск. Ну, как по мне. Что-то сегодня в этом ролике в качестве, мне кажется, даже лучше, чем обычное качество. Блеск, вот, просто необычный. Ну, вот такой ролик в специальной упаковке. 25 монет здесь по 10 гривен. И теперь пришла еще вот такая монетка. Очень интересная, на мой взгляд. Ну, тут даже не сама монета, а сколько все, что ее окружает. Я, когда увидел эту монету первый раз, я просто вот удивился, насколько она интересная и необычная, и в плане истории, и вообще. Смотрите, на монете надпись Олена Пчилка, на монете вторая надпись Ольга Косач, и на монете третья надпись Королева Маты. У какой-то еще монеты вы когда-либо встречали, вот, чтобы было три сразу надписи на одной монете? Я, честно говоря, такое вижу впервые. Когда я увидел надпись Королева Мать, я думал, что эта монета как-то связана с Англией. Но, оказывается, нет. С Англией эта монета никак не связана. Это монета Ольги Косач, это ее имя и фамилия, а ее псевдоним Лена Пчилка. А вот, оказывается, Королева Маты ее называла ее дочка. И вот поэтому на монете вот такие три названия. Но самое интересное заключается в том, кто ее дочь. Ее дочь изображена на других денежных знаках Украины. Это Леся Украинка. И вот обратите внимание, сколько купюр уже выпущено с изображением Леси Украинки. То есть, видите, это три выпуска. И вот это был первый выпуск купюры. Это был второй выпуск купюры. И уже сейчас третий выпуск купюры. Вот такой. И вот такая купюра вышла. Это купюра третьего выпуска. Юбилейная. 30 уроков незалежности. Но самое интересное, что получается, что это как с королевскими фамилиями у нас так вот получилось. Обратите внимание, у нас на купюре дочь, на монете мать. То есть, это вот еще, наверное, в истории не было ни царских семей, ни королевских семей, когда члены одной семьи печатались на деньгах или отчеканивались на деньгах, на монетах. То есть, ну, когда один человек, это понятно. Но здесь получается и мать, и дочь отчеканены и увековечены на купюре и на монете. Вот такая у нас уникальная оказалась Леся Украинка и ее мать именно с точки зрения истории нумизматики, мне так кажется. Просто, на мой взгляд, это небывалый такой случай. Про эти купюры тоже можно рассказывать много чего интересного. Это купюра первого выпуска. Но интересно, что она до 2001 года находилась просто в резерве. То есть, дизайн купюры был разработан, но в обращение она не попадала. И только в 2001 году она попала уже в обращение. Купюра второго выпуска, она поступила в обращение в 2007 году. И купюра уже третьего выпуска поступила в обращение уже аж в 2020 году. Вот с этой купюры тоже начиналась какая-то такая своеобразная история. Именно денег независимой Украины уже после 90-х годов. И тут такой момент, что на купюре изображена Леся Украинка. Это ее реальная фотография 1896 года. Просто немножко обработана, но вот так в истории иногда бывает. Так что теперь видите, как кроме Леси Украинки, которая нам известна по купюрам, еще теперь на монете вышла ее мать. Справедливости ради отметим, что сама Леси Украинка тоже была уже увековечена на монетах Украины. Это к 125-летию, по-моему, выходила ее монета. Но тогда она выходила и в двух вариантах. Тогда были еще купонокорбованцы, то есть еще не было гривны. И уже потом была юбилейная монета в серебре. И сейчас вы видите ее изображение. Такое у нас видео получилось сегодня. Но не спешите переключаться на другой канал. С вас лайк из меня наступное видео. Подписывайтесь на МИК-канал. Я сегодня вам покажу еще одну интересную штуку, связанную с этой банкнотой. Итак, вы все знаете, видите эту банкноту. В ней есть вот водяной знак. Но если эту банкноту вот взять и сложить посредине, то смотрите, какой интересный получается эффект. Вот так вы наклоняете банкноту. Леси Украинка печальная. Если вы вот так наклоняете банкноту, смотрите, как меняется изображение ее лица до веселого. И вот так можно смотреть, как меняется изображение. Вот такая на сегодня у нас история получилась, связанная с купюрами и с денежным обращением именно семей, скажем так, в истории Украины независимой. Ну а за раз пока-пока, друзья!